Мы с мужчинами очень разные. Во-первых, мужчины более раскрепощенные, и это нормально. По статистике, 80% мужчин мечтают хотя бы раз в жизни попробовать секс втроем. В то время, когда 80% женщин мечтают хоть раз в жизни попробовать нормальный секс вдвоем. Но считается, что женщине об этом говорить неприлично. Мы не будем говорить, мы вам это покажем. Итак, муж уломал жену на секс втроем. А знаешь, что я тебе скажу? Об этом что-то есть. Не зря говорят в жизни, прям нужно все попробовать. Моя бусинка, что? Можно? Да, 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 конечно можно. У меня от моего мужа вообще нет секретов. Кстати, мальчики, скажите моему Вове спасибо, это именно он меня уговорил на секс втроем. Настя, я когда предлагал тебе секс втроем, я, конечно, где-то там глубоко интуитивно предполагал, что третьим будет не девушка. Но то, что в тройку я не попаду, я и думать не могу. Ну, Вусь, ну ты чё из-за этого дуешься? Ну ты чего? Ну я ж тебе кричала, Вова, давай к нам! Вова, давай к нам! Ты кричала, когда мы на балконе курили. Нет, ну ты же понимаешь, без тебя мы бы не справились. Серьезно? Да. Скажи, пожалуйста, мне, а вот он не мог вам камасутру подержать? Не мог. Ты же видел, мы пробовали. Не мог. Я поняла. Ты не рад за жену? Рад. Что? Рад. Громче. Я рад. Громче. Я рад, я счастлив! Так, иди сюда. Туда. Иди сюда, сядь сюда, я тебе говорю. Ты думал, я не замечу, да? Я жена твоя, Вова, я всё вижу, глазки, ну грустные какие. Что случилось у тебя, рассказывай нам. Шо, на работе какие-то неприятности, да? Динамо твоё проиграла, Пуся, шо? Настя, моя жена не взяла меня в секс втроём. Не, ну ты тоже пойми, ну куда тебя брать в секс втроём, если ты он даже кофе холодный принёс? Вова, ты зерном работать не можешь, куда тебя к людям пускать? Да, поняла я, да. Ты меня просто хотела позорить перед незнакомыми людьми. Зря я на твою вот эту афёру повелась, не рад ты совсем. Не, ну, Настя, я не то, что совсем, совсем не рад. Ой, не надо, не надо, не надо, не надо. Ну не надо, говорю Валентину щекотно. Ну, я дайте с мужем поговорю, в конце концов. Я извиняюсь, я привстану, Леонька. Пардон, месье, ну, хватит. Вова, ты ж понимаешь, я заметила, вот когда ребята зашли, ты вот сразу в какой-то негатив ушёл. А когда на меня воском горячим капали, кстати, спасибо. Так ты вместо того, чтобы посочувствовать жене, ты вообще в другую комнату ушёл. И чем ты там три часа занимался, никому не понятно. Настя, три часа, шесть часов прошло. Шесть часов прошло? Да. Ничего себе, как время летит, когда приятно. Ты моя бусинка. Кстати, Вова, надо купить помидоры дешёвые, видела, но я не знаю, килограмм десять, наверное, на лечу. Настя, какие помидоры? У тебя только же был секс с посторонними мужиками. Какие помидоры? Да, да шо ж мы до сих пор это обсуждаем, я понять не могу. Ну, ну, у вас, у мужиков один вот этот секс на уме, ну, ебово. Ты где был шесть часов? На кухне. Были мы на кухне, не было тебя там. Настя, как ты можешь такое творить? Мы же в этой кровати спим, а ты иногда ешь. Меня опять соседи засмеют. Ну и, ну, ещё разочек засмеют, делов-то, ну, я тебя умоляю. Вов, ну, Вовчик, ну, ну, откуда соседи узнают, что здесь было, ну, Бусь? Да хотя бы из вайбер-группы нашего подъезда. Ты ж сначала там участников начала искать. А давай я им скажу, что вот этот весь шум, это ты, а? Кука моя. Только их не смутит, то, что я их в поселии кричу и мусор выношу. Буся, ну, чё ты дуешься на меня? Ну, скажи, ну, ну, во всём же есть плюсы, ну. Какие? Да их вообще миллион, понимаешь? Ну, пример, теперь тебе по поводу 8 марта вообще не надо париться. Уже понятно, что дарить? Настя! Да шучу, это шутка, я пошутил. Смешно. Да, смешно. Вообще, скажи спасибо, что я тебя уберегла от неприятных ощущений. От каких? Ну, во-первых, во-первых, это крепатура. Ну, наверное, и всё. Настя, Настя, можно тебя на секундочку? Да, пардон. Настя. Раз уж вот это всё уже произошло, вот такое вот это всё, да? Скажи, пожалуйста, а можно теперь я с двумя девочками? Ну, можно, конечно, можно. Но как человек, который пробовал, честно, я тебе не советую. Ну, я попробую. Не стоит. Ну, я хочу. Не надо. Ну, я... Ну, я... Я говорю, не стоит оно того, всё, закрыли тему. Там ничего такого нет, чего нет дома. Начинаешь тут. Что ты мне начинаешь? Ну, я просто считаю... Я просто считаю, что третьим должен быть быть я. Опять я, 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 я. Вова, ну, ну, ты только о себе и думаешь, понимаешь? А я последняя буква в алфавите, так до тебя очередь вообще никогда может не дойти. Боже, ты, ты понимаешь, ты, ты такой, ты такой неблагодарный, Вова. Я тебе в жизни хоть раз что-то запрещала. Футбол любишь? Да. Смотри на здоровье. Секс любишь? Да. Смотри на здоровье. Понимаешь, а ты, а ты пришёл ко мне и вот сразу с какой-то претензией. Нет, чтоб спросить у меня по-человечески. Понравилось мне, не понравилось, просто как люди. Настя, тебе понравилось? Я даже не знаю, что. Настя! Да что ты тему переводишь? Ты где был шесть часов, ты так и не сказал. У меня два варианта. Ты, ты, ты либо мне изменял, либо опять плакал в гараже. Что я теперь мужикам в гараже скажу? Бу-буся, ну ты чего? Ну, ну скажешь, скажешь, что это всё ты, а я выйду подтвержу. Ага. Да. Они скажут, у тебя глаза красные, ты опять плакал. А я им скажу, что это ты так старался, что у тебя прям капилляры полопались. Они поверят? Ну, конечно, поверят. Да? Вы ж поверите. Мы ж поверим, Володь, когда твоя жена брала ёлки-палки. Всё, давай, идти успокаивайся, моя бубусечка, давай. Пойду помидор возьму. А у вас, мальчики, заканчивается пярек. Ура! Это женский квартал. Какие не здесь смеются над собой.